Мантры, суть Веданта, сутры, суть Махабхараты, но... Но, Брихат Бхагаватамдита объясняет суть Шримад Бхагавата. То есть, Брихат Бхагаватамдита объясняет суть всей сути. И дал этому миру Брихат Бхагаватамдита Шри Санат Нагасвами Пат. Шри Санат Нагасвами Пат – это необычная личность. Сам Чайтани Махапрабу вложил в его сердце все знание, все ведическое знание. И он является самым главным в Гасвами. Санат Нагасвами Пат был очень необычной личностью. Он был святым человеком. Он был родом из барманической семьи, из очень богатой семьи. Он жил, можно сказать, как принц. У него была очень прекрасная жена. У Санат Нагасвами? Да. Нет? Он был премьер-министром страны Роган. Он был премьер-министром страны Роган. Он был очень богатый. Он был премьер-министром. Он был правой рукой одного из царистов Восточной Бенгалии, он и Шри Рупа Гасаимхат. Они были очень богатыми, у них было все. У них было очень много денег, у них было положение, но тем не менее они смогли оставить все и прийти к Махапрабху. Почему они это могли сделать? Потому что они почувствовали вкус духовной жизни, они почувствовали вкус бхакти-расы. Поэтому они легко смогли оставить все свое материальное положение. И когда Шри Санатана Гасаимхат уже, он хотел больше слушать Харикадхи, больше обсуждать ее. Они Шри Рупы Гасаимхат обсуждали эту Харикадху, и Шри Санатана Гасаимхат обманывал своего царя, говорил своего руководителя, что я не хочу, я болею и я не приду на работу. И так они обсуждали Харикадху. И приходил человек от царя посмотреть, действительно ли болен он, но на самом деле он был не болен. И тот человек, он докладывал царю, что Санатана Гасаимхат на самом деле не болен. И тогда царь посадил его в тюрьму. Для того, чтобы сохранить, он не хотел, чтобы его правая рука, его пример министр покинул его. Для этого он посадил его в тюрьму. И здесь дается для нас пример, что мы можем на самом деле немножко собрать, немножко обмануть, потому что для Господа мы это можем сделать. Да, мы можем говорить на работе где-то, что мы не можем прийти, или мы больны, но прийти на программу, например. Такая вся жизнь, почти вся жизнь Шри Санатана Гасаимхат является для нас примером. Так вот, царь посадил в тюрьму его, и Санатана Гасаимхат находился в этой тюрьме, и думал, как сбежать, как сбежать с этой тюрьмы к Махапарабу. И тогда он подговорил своего слугу Ишина, чтобы тот заплатил начальнику тюрьмы большую сумму золотых монет, и тот смог сбежать. Ишин так и сделал, но оставил себе некоторую сумму. И когда Шри Санатана Гасаимхат сбежал, он очень долго уговаривал этого начальника тюрьмы, сначала дал ему одну сумму, потом еще больше суммы, то есть денег там было настолько много, что этот начальник тюрьмы мог обеспечить себя и свое будущее поколение полностью. Когда все-таки этот начальник тюрьмы согласился, то Санатана Гасаимхат сбежал, где его встретил его слуга. И когда они шли через леса, поля и так далее, то они набрели на одну харчевню, где харчевник очень-очень мягко принял их. И это было очень подозрительно. Шри Санатана Гасаимхат был очень разумный, он подумал, что очень странно, почему этот харчевник с такой бредлицей их встречает. На самом деле получилось так, что Ишин придержал себе восемь монет, специально на всякий случай. Но когда святая личность полностью предается Господу, он не оставляет себе ничего, но его слуга оставил. Этого сначала Шри Санатана Гасаимхат не знал об этом, но он догадался, что у Ишина что-то есть, потому что харчевник был очень хорошо расположен. И попросил отдать эти деньги харчевнику. Ишин отдал, но опять же он оставил себе еще одну монету. А харчевники там, они непростые люди в Индии. Там люди обладают различными ситхами. И он знал, что деньги у... Есть деньги у Шри Санатана Гасаимхат, что эти деньги есть у услуги. Он это видел с ним. Агарчевники? Адиды, Индия? Агарчевники? И затем, когда Ишин отдал последнюю монету, то они отправились, и харчевник показал им, как правильно пройти дальше, чтобы дойти. Но впоследствии он отверг этого слугу, потому что он не исполнил наставление Шри Санатану Гасаимхату, он придержал эти монеты, и это не было показателем предания. То есть, когда человек, Просвятая Личность, она придается, нужно все отдать, все отдать, Господу все отдать Духовному Учителю. Это такой пример. Кто может дополнить и продолжить эту историю? Мы все тут учимся. Подальше от колонки. От колонки подальше. Вот сюда, вперед. Окей. Я хотел еще дополнить, что Гурмухарачев начинал рассказывать о бихатбе Арутамрике, почему было написано в бихатбе Арутамрике. Шриман Бага является сливками Ведического Знания. Там сложены все сути Ведического Знания. Вед – они очень большое, обширное знание, и очень трудно понять смысл Вед. Поэтому Шилбис Девилл написал Шриман Багу, чтобы изложить суть Вед в краткой форме. Но Шриман Багу там была рассказана сутой Госвами для Парикшита Махараджи в течение семи дней. И в это же время, сутой Багу там слушали другие мудрецы, в том числе и супруга Парикшита Махараджи. Маму. А, маму. Маму. Маму Парикшита Махараджи. И в конце уже, когда сутой Госвами закончил рассказ Шриман Багу там, она спросила у своего сына, и я, ну, в силу своего, ну, женского интеллекта я не смогла понять, ну, в чем же заключается суть Шриман Багу там. Хотя Шриман Багу там, она излагает суть всех Вед. Вот. И она спросила у Парикшита Махараджи объясни мне вкратце, ну, в чем же суть Шриман Багу там. И тогда Парикшита Махараджи, ему осталось совсем мало времени, ну, из-за проклятия должен был это, ну, умирить он должен был. Вот. И он тогда рассказал ей суть Шриман Багу там в форме Бхат Багаватамриты. И получается Шриман Багу там это сливки всех Вед, а Бхат Багаватамрита это еще более густой нектар. Получается масло, избитых сливок. И Бхат Багаватамрита было написано санат намхов, вот. Ну, пресанат намхов рассказал мне уже. Хорошо. Память своё не надеется. До сих пор, несмотря на то, что я очень давно проповедую, я пользуюсь своими записями для того, чтобы давать лекцию. Лекция получается более полной, живой и полной историей, когда есть возможность смотреть на все эти записи. И если вы не будете пересказывать это людям, говорить харикатху, у вас вообще ничего в памяти не останется. Я вижу, что многие ученики еще на Гуру-Девы оставляют свою практику. Проблема именно в том, что они не пересказывали ее, не говорили харикатху. И, когда я скажу харикатха, то сначала вы меняете свои жизни. Почему вы скажете харикатху? Вначе вы скажете, что вы скажете, что вы скажете бхазаны. Когда вы делаете бхазаны, то скажете харикатха, на то скажете бхазаны. Благо, которое мы получаем в Харикадхе, если мы рассказываем в Харикадху, мы первые извлекаем из нее благо. Мы первые получаем благо, а потом уже дается благо другим. So here Vishwanath Chakravarty Thakur telling, when some listener, what, got benefit, the speaker, he got benefit two, three times more, he got benefit. Vishwanath Chakravarty Thakur объясняет в своих комментариях, что говорящий Харикадху получает в два раза больше благости, результата от слушателя, чем слушатель. Скоро вы говорите, это есть. Вliestowe pillariness его кр 이야 see 200 давнего мира братьев太 чересни. Мартюрся This is the order of Mahöprah. О, Нитана, Харикадхюрду. ítulo ваш братьев太 чатр,ievers пойдете вам поção и dessa вещь. Сколько идем вы, наверное, деньги. Почему так? Вы сказали они однимиbits. Как вы Blog나 They? Как вы реализируете. Как вы книги от своего родственника,ologist � Wy Jane, Моус Вы говорите, всем, сколько это Ряд00. Но почему вы так сказала? Вы говорите «Хариката». «Да, вы, в Арикатте — вы говорите так много. Чего вы говорите так много, вы говорите о Арикатте?» Это Махапрю араб. Он говорил, что кого бы вы ни встретили, встречайте вы своих друзей, встречаете ли вы знакомых. Старайтесь говорить именно о Кришне. Старайтесь пересказывать Харикадху интересные вещи, примеры, которые мы слышали от Вишнавов, а не просто спрашивать, о, как там твой муж, чем он там живет, как там твоя жена, чем она там страдает, и так далее, и тому подобное. Нужно стараться рассказывать эти интересные истории, которые питают наш, вдохновляют нас по жизни. Когда мы говорим Харикадху, мы тем самым удовлетворяем чайтами Махапрабху. Махапрабху сам говорил, я таким довольным становлюсь, когда я вижу, что кто-то пребедует. Таким образом, если я говорю, что Амал – хороший мальчик, и он – очень хорошая, очень сладкая, если вы говорите, что он не имеет счастье, то вы можете чувствовать счастье. Таким образом, когда мы говорим Харикадху, мы тем самым говорим о его прекрасных качествах. Таким образом, как он не будет счастье, конечно, он будет счастье. Таким образом, когда мы говорим о том, что он не имеет счастье, то вы думаете, что он не имеет счастье, что он не имеет счастье. Выработайте у себя привычку, выработайте у себя новый характер, выработайте у себя новый имидж, рассказывать людям интересные, поучительные вещи, полезные вещи. И тогда мы первые сами из этого извлечем большое благо. Диниже к Аликады Бхакти… Правопад or Gesаевну… Но человек заб 5000 и Пorbff, отдел какой мант был это кришна. Что мы можем сказать? Что это кришна? Это бхазан. Это благословение. Когда мы думаем и думаем, что кришна кришна, когда мы думаем, что кришна кришна, то мы можем сказать, что кришна кришна кришна. Это бхазан. Одного из учеников, Шрабахти, 17 раз, Прабхупады, звали Шрабахти Даеттамады Вагасаеву, и к нему пришел его собственный ученик, говорит, Гурудеф, ну вот всех нас учите баджану, но я ведь не верю, чтобы вы сами баджаном занимались. И тогда его, Гурудеф, чтобы развеять совмения с учеником, говорил, ты понимаешь, что такое баджан? Баджан это когда твой ум направлен именно на Кришну все время. Когда ты говоришь Харикатку, это именно лучшая деятельность, когда твой ум направлен на Кришну. Хорошо. Поэтому, если вы хотите спасти свою жизнь, если вы хотите получить лучшие блага в своей жизни, обязательно рассказывайте людям о Кришне. Хорошо. Вау, Хри, Кришна, Хри, Кришна, 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 Хри, 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 Рама, Хри, Рама. Поэтому, пожалуйста, делайте заметки. Поэтому, пожалуйста, делайте заметки. Какой философия? Щелок Гурудеф, наш учитель, всегда рассказывал, как он сам учился. Он говорил, я записывал все от своего учителя по рамку Гурудефа. Я потом после лекции еще подходил к нему и задавал самые сложные вопросы. Я буквально старался оспорить то, к чему он учил, для того, чтобы получить еще более глубокие объяснения. И именно благодаря этому он и постиг философию так глубоко. Именно поэтому он и занимался мировой проповедью. Он и изучал так много вещей. Харшава? Я июлюс, Магарад. Он начался, gardens. Он всегда следует. Он всегда следует. Неожиданно... А если вы釣али ракат, вы смотря на лицо, то тоже скажите очень хорошо. Но перед вами уделяется это, Продолжение следует... 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 Почему же эта земля полная сладости? Потому что это именно то место, где Верховная Личность Бога появилась на этой земле. Поэтому эта земля исполнена сладостью Кришну. Там находится Божество Матхури Деви, который управляет всей этой святой землей, и она является одной из сакхи, одной из шакти Кришна. Мы говорим, что Матхура Деви говорит, что Рупа Господь говорит, что Ратри Ек Нивасе на Хри Бхакти Праджайати. Если только один человек живет в Матхура, то что происходит? Тогда Хри Бхакти Праджайати. То есть Матхура Деви. Матхура Деви. Матхура Деви. Деви – это очень красивый. И это Матхура Деви. Она говорит, что Рупа Господь, это очень красивый. В Матхура Деви она говорит, что Рупы Матхура Деви, 7 пори. Матхура, Майя, Каши, Канчи, Абвантия, Дваравати. 7 Пури. Пури, meaning your Lord is residing there. 7 Пури. Among all Пури, who is the topmost of Puri? This is Mathura Puri. Mathura Puri. So, Rupagaswami, she is telling one slope, he is telling the glory of Mathura. When Mathura Devi sees the coming, you know, then telling, oh Kashi, you can take her first shoes. Oh, Abantya, you take this first, this Kshatri, this is the umbrella. Oh, Jodha Mathura Maya, Kanchi, Avantya, they are the feet, this is the Patra. Somebody telling, oh, you are being for water or you are planning for her. You know, when Mathura Devi coming, all this Puri, they are doing service to this Mathura Devi, Mathura Puri. So, this Mathura Puri is a very, very glory, this Mathura Puri. Итак, Slava, это священная земля Mathura Puri. Eka, ratri, nivasa, haribakti, prajaita. Если человек даже одну ночь проведет в Mathura Puri, он получает haribakti, результат этой проведенной ночи. это значит, он автоматически получает и освобождение души из этого мира, плюс получает чистую любовь к Господу Хари. Настолько могущественна сила этой земли. Шири, Руба, Госвами, другой величайший святой, описывает славу Mathura Puri тем, как Mathura Puri занимает самое высшее положение. Есть в Индии семь Puri. Puri на санскрите обозначает обителем, местом обитания Всевышнего. это канчи, каши, айодья, аванти, майя, майя, пурь? Нет. Это не пурь. Пушкар. Пушкар. Точно вот это там есть. Не пушкар. Не пушкар. Майя есть? И так, еще Руба, Кайсвами в своем стихе прославляя Mathura Devi говорит, смотрите, Puri, идет ваша царица Mathura Devi. Теперь выбирайте свое служение. О, каши, ты можешь нести сандалии Mathura Devi, Mathura Puri, а ты, аванти, держи свой зонт над ней. Ты канчи, подавай ей плевательницу. Все так Шарупа Газвами очень красиво и поэтически описывает возвышенное положение Mathura Puri как царица среди всех святых земель. Шарупа, святых земель, святых земель, святых земель, святых земель, дхарма, арта, кам, Те есть 3 барганы. Дхарма, когда все дхарма и они едут на земной планете. Когда человек хочет дхарма, артла, если кто-то хочет много, он тоже хочет много. Кам, ни каких-то желез, он может быть. Кто хочет мокса, он тоже хочет мокса. И кто хочет бхакти, он тоже хочет бхакти. Вот Матрада, она очень красивая, и все kinds of desire he can fulfill джима. Там и здесь он удовлетворяет свою каму, свои материальные желания. Будучи неудовлетворенным, приходя к пониманию, он хочет обрести мокшу, избавиться от этих материальных страданий, материальных желаний. Все эти желания легко исполняет эта священная земля Матхура Деви. Но и помимо этого, помимо того, что она освобождает человека и даже от материальных желаний, она еще и дарует чистую любовь Господу, бхактам. Пятую самовозвышенную цепь человеческой жизни. Я говорю, Шри, если Матхура, anyhow, если кто-то связывает с Матхурой, как в этом доме, если кто-то там берет, если кто-то там лежит, если кто-то лежит, если кто-то там説 disco, мится в Матхура, они обуч 수도Tech, санскара в Матхура, если они одного breveratulations с Матхура Пури, то Матхура д agua почota кwand bug quickы. И. reaction из Матхура кодеке! What is the special quality? Like another dhamma, if you're doing some sinful activities in another place, if you go to some dhamma then what happens? all sinful activities finishing, but if you stay in the dhamma doing some sinful activities, it will light with thunderbolt, very heavy, very heavy this is the.. So, but Mathura, some speciality Mathura, Итак, Слава Мадхура Пуре. В писаниях написано, что если человек как-либо соприкасается с этой священной землей, либо он там рождается, и даже если после этого он уезжает, либо он туда приезжает на какое-то время, либо он думает даже просто о Мадхуре, и тем самым сжигаются его грехи, сжигается его карма, и благочестивая деятельность, и греховная деятельность. Он становится чистым. Вот такая огромная сила у Мадхуры Деви и у этой земли. Кроме того, у земли Мадхуры есть еще исключительная особенность по сравнению с другими священными землями, других Пурей, которые до этого рассматривали. Если человек совершает грехи в обыденной жизни, то приезжая на святую землю, обычную святую землю, он очищается от своих предыдущих грехов. Но если он там совершает грехи, то эти грехи, они как уже вырублены, выбиты на камни, они уже не убираются легко, они уже остаются в сердце, как гром, который попал в камень. Он оставляет навсегда эту расщелину. Это происходит, когда человек на святой земле совершает грехи. Но у Мадхуры какая есть особенность? Если даже человек приезжает в Мадхуру, в эту святую землю, и если он там совершает грех, но при этом совершает там свой баджан, если он проходит по Рикраму, обходит эту землю, просит прощения у Мадхуры Деви, такого там не происходит. Мадхура Деви, она необычайно милостива, она даже прощает за те грехи и оскорбления, которые мы наносим там на святой земле, в отличие от других святых земель. И именно поэтому наш учитель, помешно баджи Шамаши Лабхактивданта Нарая, Нагасай Махарач, именно там открыл свой храм, и большую часть его жизни он провел именно там, в Мадхуре, Шри Кешова Джекавдия Мадхиан. В этом видео он провел, когда кто-то платит парикрама, как Бравжамал парикрама, они начинают парикрама, Продолжение следует... Все наши посещения Святой Земли Вриндавана начинаются именно с Мадхуры, где мы сначала просим ее о милости. Мы начинаем с Мадхуры, с города Мадхуры, где идем в Вишрамгат, совершаем тамачиман. И только после этого уже через неделю переезжаем во Вриндаван и на Гавардан. Yes, then after Мадхуры, then they are doing glory of this Vrindavana Dham. So, Jayati, Jayati Vrindarenna Mithat Murare. Fast then, he is doing pranam to this Vrindavana Dham. Mala Si Vrindavana Dham, Khi, Khi, Khi. Mala Si Vrindavana Devi, Khi, Khi. So, he is telling Jayati, Jayati, Vrindarenna Mithat Murare. When doing the Vrindavana, the glory of Vrindavana, fast then Jayati, Jayati. No? There are two times there came Jai, Jai. Meaning Vrindavana Dham was so glorious, so glorious of this Vrindavana Dham. Yes, so, Jayati, Jayati Vrindavana, telling why so glorious, telling this is not Vrindavana, this is the heart of a devotee. And telling Radharani, herself telling, Oh, honor Hridayamana, more man Vrindavana, Mane Bane Ek Karimani. Radharani telling, this is Vrindavana is not Vrindavana, more man. This one, my mind is the Vrindavana, telling this is not Vrindavana Dham, Radharani heart. Himself Vrindavana Dham, Radharani heart. So, he says, so much glory. Vrindavana Dham is not Vrindavana Dham. And he says, how much this is, how much this is, how much this is. Vrindavana Dham is located in the same Madhura Mandala, in the center of Madhura Mandala. This is the most wonderful part of Madhura Mandala, thanks to which Madhura is valued. And Vrindavana Dham is not Vrindavana Dham, it is my own land, my own land, my own place of living. Vrindavana Dham, Radharani, Mane Bane Ek Karimani, Radharani, Radharani, Madharani, Madhura Mandala, Radharani, Madharani, Radharani, Kavarani, Radharani, Radharani, Madharani. Не до сих пор это скажется, что это праве ко миру. одыатна, explained the beggar диежitas «омorum». Почему contractors граждан и взгляд этого пр squeez alcoholic. BMW према бритоплавiv. Актриса им Кристо. China один говорит «プрем амрито плаванат». What? Saying the lang чим. Про прем амрито плаван, meaning exploiting. употребtes которое, dealt the same после према-рса– bear испытания в троплое Ramadan. Что ignorance having пре bah это слово локо. Плюс према-раса value на плаванат. Прquency с плаванат, прис sentido к беру кске именноХа, и нужно делать уже о том, что прем амри Robertorah can делать према вместе Стримы, это крышна, который был в бансиват, который был очень хорошим, и все праджи-хопи были в него. И крышна, он делал в топ-мосте пасты, который делал в беременную пасту. В топ-мосте пасты он делал в раса-ли-лай. Что это раса-ли-лай? Раса-ли-лай — это полностью плы-клуб, раса-ли-лай — это плы-клуб. Это это раса-ли-лай. Шри Рубагасвами, прославляя Вриндаван, он произносит этот десятый стих из Упанишамриты «Вайкунха чани тавара мадху пурирасот сават», начинается со словами, где говорит, что выше, чем вайкунха, обитель Господа Нарана находится Мадхура, выше, чем Мадхура находится земля Вриндаваны. Почему земля Мадхуры так славится? Потому что это место явления Господа Кришны. А почему славится Вриндаван? Потому что там Кришна разуется ват лаваком, там любовь Кришны, Кришна према разливается потоком, океан этой премы, и сам Кришна утопает в этой преме. Почему эта земля так славится? Потому что там происходит самый высочайший, прекрасный Игры Господа, называемый Танец Раса. Игры Господа Вриндавана. Играет музыка. Игры Господа Аль Мара Паранова, Продолжение следует... 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 Мы видели отпечатки стоп в Чарана Бахаре, мы видели отпечатки стоп в других местах. Когда Кришна играет на своей флейте, то он способен ею поменять природу каждого живого существа. Когда он играет на флейте, даже камни плавятся. Когда Кришна играет на флейте, под ним плавится камень. Именно поэтому видны эти отпечатки стоп Кришны, отпечатки стоп и отпечатки его близких, которые находились с ним, отпечатки стоп того, с кем он там был. Великие святые, описывая землю Вриндавана, раскрывают ее истинную природу. Они говорят, это не просто трава во Вриндаване. Они описывают его, Вриндаван, как личность. Они говорят, это волоски на теле, вздыхающиеся дыбом. Это не просто потоки воды, водопады. Это струи, капели пота, стекающие с тела. Не просто озера, это слезы блаженства. Так красиво описывается слава Вриндавана Дхама и святыми личностями. Слезы Бриндавана Дхама, Ки, Радхарани, Ки, Радхарани, Ки, Радхарани. То есть ему Hoeacup? Радхарани. И самый сямуна, когда мятхура дварага, она была Кришна с Куин. Со мной в Бриндаван-Дхаме, вы видите на Бриндаван-Дхаме, в этом видео есть адвокат, не случайно, она была. Она была самая своя. Но причина была, она никогда не будет с Бриндаван-Дхамой. Она всегда хочет в Бриндаван-Дхаме. Так что в многих крокодах прославляет священную реку Ямуна, которая протекает по этой святой земле Вриндаваны. Ямуна, насколько славна Ямуна. Ямуна это сладостный нектар. Почему Ямуна, если посмотреть, например, сверху с птичьего полета, то она до Вриндавана идет ровным потоком, потом во Вриндаване она очень сильно искривляется зигзагом. И потом после Вриндавана опять ровно течет, потому что она не хочет вытекать из Вриндавана, она хочет все время находиться там во Вриндаване. Ямуна, она всегда в крокодиле. Ямуна, которая говорит, что Ямуна имеет много благословий, это Ямуна. Ямуна, который был Тарани Путра. Р Rosen.他... who is daughter? He daughter of the sun girl. So, Тарани Путра. Meaning, how this sun is so effelgents. Like this Ямуна also, so effelgents, she is the Ямуна. She have so much effelgents. But what is this Ямуна? Ямуна telling in that water. Once Krishna hearing this, you know, бheisyrta, own Hindi, own fazer. Когда слушать, то есть Кришна сердце приходится в выжиданной. Когда светится, то есть подсветится. То есть, это подсветление. Свети войны, не العا-провод. Когда прими Кришна сердце, он такой один один из стеклянной. Когда он светится, то Мадару Йосаду, когда он водит козаля, то когда он светит этот козаля, то он содержит вст中. Когда он исчезает и желток, оно расширается, это коже на моём nodes. Поэтому он исчезает и желток. Почему это и желток? Одна в основе, он разговаривал к казалам. Ей в другой момент, он считает, что о Кришне, 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 Кришне... И, кришне, чинта и небеса, и она лишь за картинку. Когда он считает Кришне, она становится желтком, и желток. Так забыла перевести в прошлом, что Ямуна является старшей среди всех святых грек. Ямуна также является Таруни Путри, или она является дочерью Бога Солнца. Так же, как Солнце лучезарно светит, дарует сияние, так же и Муна не менее, чем она ослепительна и лучезарна. Почему она черная? В Писаниях описаны разные причины ее явления. В одной из причин описано, как дочь Бога Солнца, в других описывается, как Кришна, когда играл на флете глубоко поглощенной красотой мелодии, извлекаемой из флеты. Тогда он испытывал настолько сильное блаженство, что капельки пота на его лице, капельки слез стекали с его глаз. Это смешивалось с черной краской каджала, отчего появились черные красивые струи, и вместе они образовали Ямуну. Вторая причина, почему Ямуна черная, потому что она все время думает о Кришне. Поскольку предмету медитации темная Кришна, поэтому сама Ямуна тоже черная. Матхура Махарани ки. Дор. Матхура Деви, она сказала, что Матхура Деви, она сестра из Стриха Махарадзи. Да? Матхура Деви, она сестра из Стриха Махарадзи. Матхура Деви. О Стриха Махарадзи. Это с детьми. Фiezера Махара Деви, она сестра из Стриха Махарадзи. Стриха Махарадзи. Я не знаю, что Россия или Индия, с детьми сестра сестра очень интересная. До сих пор, утряных семья очень интересная. Иди сюда, когда отдастся, весь год моего брата мне дают его сын. Сады, это сладкие, и здесь наши индивидуальные традиции, когда была брkayа. Когда мы слушали, он всегда и выживался. Он всегда выжил. В ней традиции это неимопроектные пары, а для хорошей войны. Тебе с ребенком он получил изد bentы. Тогда скажите, о, сестер, сегодня вы хотите ничего? Я говорю, что вы хотите? Если это бхайдивич, это картина манта, бхатридития, что есть хорошие, осуществления, если на то, что сестер и брат, когда они друг друга, и берут в этом юморанаде, вы получаете бенедушный, и на то, что сестер не приходится на национальный планет. Никто не уйдет. Если вы мне это дали бенедикт, то Джо Махарады сказал, что хорошо. Если у вас братья и сестры, то не будет бхать, то никогда не уйдет. Поэтому Джо Махарады дали бенедикт. Они уйдет в плане и уйдет в нише? Нише. Ок. И также Ямуна Деви является сестрой Ямараджа. Оба темные. Ямарадж кто? Бог смерти. Он наказывает каждую душу, определяя ее возмездие в конце. А Ямуна его сестра, они оба являются детьми Бога Солнца. И Ямуна, будучи очень сострадательной, она однажды попросила благословения у своего брата. Начнем с того, чтобы понять это. Он говорит, я не знаю, как у вас в России, а у нас в Индии отношения между сестрой и братом очень-очень теплые всегда. И очень-очень близкие. И брат, он всегда заботится и любит свою сестру. Есть даже такая традиция, когда сестра обязывает своему брату Ракхи ниточку красную вокруг его запястья, как символ защиты. Она просит защиту всегда у своего брата. И брат, даже когда, например, сестра его замужем, он все равно помогает ей. И ежегодно может ей подарки, саре какие-то дарить или еще что-то. То есть очень близкие такие семейные взаимоотношения. Итак, Ямуна является братом, братом с сестрой, с сестрой Ямараджи. И поскольку у нее такие близкие взаимоотношения, она может себе позволить попросить. Она однажды тоже облизала ему эту ниточку вокруг запястья и сказала, О брат, дорогой мой брат, подари мне одно благословение. Я хочу, чтобы те люди, которые в священный месяц в Картике, в день Бхадры, если, например, брат и сестра держать за руку, совершать омовение в моих отдых в Ямуне, они к тебе не попадут. И тогда Ямараджи дал такое благословение. В месяц в Картике мы тогда на Гавардане находимся, а в это время как раз многие едут по Вриндаван, чтобы принять омовение в Ямуне. Харе Кришна. Харе. Валя, Ямуна Патарани Ки? Да. Ямараджи. 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 Замуна-Махарани. Замуна-Махарани Maybe you know how this is the Ganga-Jamuna There is some Aghvar, Darvar of Aghvar How there is some debate And how Jeeva Goswami is coming Telling where is the Ganga manifested This is the manifested The lotus feet of this Bahman This is Krishna's parts and parts and past And what is the Jamuna? She is the Patryaani of Krishna So who is the superior? One house, this is the queen superior With one Dasi superior So she is the queen and Ganga is the Dasi So this we are telling Jamuna Have so, so much glories And Jamuna, what is the flowing? Telling when all Braja Gopi When Krishna, they are taking sour in Jamunanadi That time, you know, that time Krishna's lotus foot, lotus foot water Thus Braja Gopi is Radharani's lotus water And this body, you know, this body That put so many nice, nice scent This, that, that You know, that everything Is flowing this Jamunanadi There flowing with Jamunanadi So telling Jamuna is the source of Glories in Jamuna In Varahapurani In Varahapurani it is written that Yamuna is the high-e-ta in Ganga More hundred, more hundred times, glory When we look at the gradation When we look at the gradation between the sacred rocks And when we look at the gradation So, in Varahapurani In Varahapurani There is such a translation of Varahadeva In Varahapurani In Varahapurani In Varahapurani In Varahapurani And this body On your mind Like a Ganta In Varahapurani We look at the same length By the same length � of Yamunanadi On this body In Varahapurani That came to me But In Varahapurani In Varahapurani In Varahapurani в Агру, в то время, когда был царь Ахбар, и там были диспуты богословов о том, кто же является высшей, Емуна или Ганга. Одни были на стороне Ганги и показывали ее славу из Писания, другие были на стороне Емуны и показывали славу из Писания. Но когда проехал Шинжива Гасамер Бат, он просто задал ему вопрос. Он спросил их, кто по-вашему выше? Служанка или царица? Конечно, вы сказали, но царица. Так вот, Ганга – это вода, которой омывались лопы Господа, это его черенаврита, она его служанка. А кто такая Емуна? Емуна – это сама Вижагха, сама Сахи Шри Крэшны, и она же является царицей Калиндия. Поэтому, естественно, Емуна занимает высшее положение по сравнению с Гангой. И описывая великолепие Емуны, Руба Госвами, говорит, по-моему, Руба Госвами рассказал, поэты Вашнава описывают, что Емуна, она сама по себе прекрасна, прекрасна, лучезарна, сияющая, но она еще и тем великолепна, что она несет в себе аромат тела Кришны, потому что Кришна совершает там свое моление. Кришна там купается вместе с Гопи. И их тела исходит от них благоухание, а тут оно еще смешано с агуром, с чанданом, с другими благовонними минералами. И все это красиво оттекает, течет в Ямуне. Кришна. 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 Коррática, только-никали через бхокт, и я не могу контрольать с этого человека. Кришна несколько вопросов где английских пок Lebih говорехала, что Бхени говорит по автюрнику, . Кришна tomов functioning просто с graspом Nicуau. Он говорит о том, что за��면, к чертова в бандхан и об Надежном любом. Такой Many Офекти Ac earthquakesplatz 복�ви, Анфицирования о существ niin, таки Кришна естественно инструмента для их Пандавы. Как он может подмечаться джамата, как Раскария. Как Хриснана контролировала Раму, как он ни был ремня от савари. Как Хриснана контролировала Любовь, Дуржатана, который был making so много запретов, он был лишь на Вивитируя's house, только Витюра такойğlяя, как Хриснана контролировала Раму. Как Хриснана контролировала Пандавасы общей, Расы, Жанкин. Все готовы, что теперь два завершения. что она делает? После прасады мы делаем платье, и кто он делает? Раскарда! Брахмана, Лотовь Кришна! Я не могу этого делать! Так что в этом случае, Кришна! Кришна, он контролирует любовь, афекция. Кришна контролирует этот брось! Кришна, я вам зачастую, ботер мил, и сау, и кришна начинает танцать! Почему? Он контролирует свое любовь и афекция. Поэтому, если говорить о гвардане, то есть огромная гвардане в Бхакте. Она превосходит карму. Карма – это просто следование ведам. Гьяна – это освобождение, ведущее к освобождению святого мира. А Бхакте занимает самое высшее положение. Почему? Потому что ни при помощи кармы, никакими правильными предписаниями, никакими стремлениями к освобождению невозможно управлять самой Верховной Личностью Бога. А им управлять можно. И Вайшнавы, один Вайшнав красиво поет в своей песне «Сапсе уча преима сагай». Выше всего это любовь. Ей повинуется даже сам Господь. Если в нашем сердце появляется любовь к Господу, то только ей можно сделать даже самого Господа податливым тебе. Как, например, в этой песне поется. Каким образом этот Кришна, которого боится сама смерть, становится конюхом Раджуны? Только потому, что Раджуна любит его, как своего друга. Каким образом Кришна, Верховная Личность Бога, принимает остатки пищи старой женщины Шабари? Только потому, что она любит его и старается дать ему самые сладкие фрукты. Таким образом Кришна оставляет все приготовленные блюда великого наследника царя Дурьоданы и идет к своему бедному другу Ведури и с такой радостью ест просто кожуру от бананов его жены. Только потому, что его жена так любит Кришну. Господа можно управлять не какими-то своими обязанностями, не предписаниями Вед. Господом невозможно управлять никакими желаниями освобождения, только лишь одной чистой любовью. И тогда эта Верховная Личность Господа, Кришна, даже становится твоим слугой. Как, например, Кришна становится слугой у пандавов. Он следует им, повинуется. И когда, например, пандавы проводили ранджасуя и ягью, то два служения, которые Кришна на себя взял. Это первое. Он выбрал из себя самые грязные виды служения. Он взял с собой тарелки, убирать за всеми тарелки и мыть после просада, убирать это место. Второе служение. Он взял с собой мыть стопы всех приглашенных Браману, священнослужителей. Послушайте одну интересную историю. Таким образом, как Кришна контролирует любовь и аффекцию на девоте. Как Кришна полностью во власти любви Своей преданности. Таким образом, Сурдаса, который показывает, как Кришна, дуржадхан, он называет Хар, Най. Най означает Барбар. Барбар, Хар, его называет Хар. Най. Он всегда приходит к дуржадхану. И мы саду-шева. Но саду-шевы не пришли. Но всегда пришли. И Крисна Химсель сказал, Садова-хридая-мужиам. Саду-наам-хридая-нтвам. Всегда я сидел в сердце саду. И Крисна сказал, Если он контролен мне, только я контролен мне. Довитие-сервисы, только я контролен, не контролен мне. И сегодня саду-шевы. Крисна Химсель, вы знаете, завтра-пора. Здесь-светы-светы-светы, садама. Садама-хи. что-то впечатли, что саду-шевы не пришли. Вот что-то произошло, что-то. И теперь все-почтет. Но я никогда не саду-шева. Сегодня я подвожу его саду-шевы. А это замечательная история про кредитная-шевы, по-русски, но у царей есть такие слуги, которые занимаются и массажем делают, и прически наводят, и ногти подстригают, и все остальное. Вот это называется цирюльник, что ли, в дрянь. Так вот у Дурьоданы, у одного злобного принца Дурьодана был такой цирюльник. И он каждый вечер приходил ему на ночь, массировал тело. Но этот цирюльник был преданным Господу, очень верующим человеком. И он очень любил послужить святым личностям, возвышенным Вашнавам. Он всегда в душе так восхищался тем, как сам Кришна служит Браманам. Потому что, когда приходит Браман, как сам Кришна, он усаживал его на свой трон, как омывал стопи своему другу судами. Его это очень восхищало. И он никогда не отказывал, если его дом посещал, какая-то святая личность, он обязательно откладывал все, все свои дела. А тут так получалось, что к нему в дом пришли Вашнавы, и это было время, чтобы идти массировать Дурьёдана. Дурьёдана недобрый человек. Он долго спрашивать не будет о причинах отсутствия. Он не только может работы лишить, но и другие какие-нибудь части тела. И цирюльник был просто перед выбором, перед дилеммой, что же ему теперь делать. Но он решил поступиться своим служением. Он сказал, что я все равно буду как Кришну служить Браманам, служить Вашнавам. Я не могу служить этому злому царю Дурьёдане. И он решил остаться. Я лучше приду и потом попрошу просто извинения. Ваш 손 в доме. И вот так что Кришна хороша большое! Кришна вновь вода, христика, есть прамисти в бхагават гитах, аннанья-чинтянь-тямам-дежанха-паржупасаты, тешана нитья-ви-джуптана-мь-дога-акъям-bahами-ахам. Продолжение следует... 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 Дуржодhan becomes angry, опять-таки, опять-таки, again-to-again, and cast the necklace and scared, scared. Then he is surprised, where come necklace me next, you know? Then he is so surprised. Then he understand, He is the devotee, he knows everything. Oh, Krishna himself took my phone and he came to service to Durujodhan. For me, Krishna is such a Durujodhan bad person, you know? He is always doing envy to this Pandavas, you know? Krishna's devotee, you know, sattru. So, Krishna took my phone today, I am doing service to such a bad person. Then I have no need to like this job I can do. Then he left this job and he returned this house. And so, this Cyrilnik is stronger than a man, and he was moving, and went to him to the moon. And, when he went to his palace, he asked him, He asked him, Yes, please, please, I'm sorry. I can't come today anymore. Come to my house came here. Please, I'm sorry. А Дурьёдан, он не понимал, он говорил, как же, я вообще никогда такого чая и такого удовольствия не испытывал. Мне было так приятно, ты мне такой массаж сегодня вечером сделал. А тот все говорит, простите меня, простите. Он тоже не понимал слова Дурьёданы. А потом Дурьёдан увидел это свое жерелье и сорвал с него. Вот из-за чего ты тут возгордился и строишь из себя такого непонятливого. Тебе, наверное, еще что-то нужно. Он сорвал с него это жерелье, и тот увидел, что на нем было жерелье. И он вдруг сразу все понял. Он сразу все понял, что действительно кто-то приходил к кое-точной копии, как я, и массировал этого негодяя. Дурьёдан, ну ладно я, ну как же это Кришна-то, зачем же он это делал? Кто такой этот Дурьёдан? Он ведь отрубнул, он враг его друзей, пандавов. Он постоянно строит разные козни. А теперь из-за меня он приходил этого негодяя массировать. И он настолько проникся этим, что он решил сам уйти с этой работы и вернулся домой. Чтобы Кришна больше не приходилось так. Да, да. Итак, бхактавацал, бхагаван, ки! Вы понимаете бхактавацал? Понимаете, что такое бхактавацаля? Что такое бхактавацаля? Что такое бхактавацаля? Как это означает? Как он хочет быть с ки! Вот и прикольный паат! У него очень любит phải, да. Он очень любит к этому пи! Если бы не пропал, он чувствует много любителей. Он не любит ки! У них очень любит много людей. Что такое бхактавацаля? Как ки! У них больше любит своих преданных. Это бхактавацаля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Итак, великие святы раскрывают секреты о том, как больше всего удовлетворить Господа. Они говорят о Шраванам, Киртанам, Вишнам, Смаранам, Падасееванам, Сакьям, Дасям, Арчанам, Атманирейданам. Они говорят, что, выполняя один из девяти этих видов служения, Господь полностью повинуется такому преданному. Также Кришна говорит в Багавадгите, Падтрам, Пушпам, Палантаям. Кришна говорит, если предложите мне листок, воду, фрукты, Падтрам, Пушпам, цветок, то эти простые вещи, которые растут везде, кроме как России, знак любви мне, то я с любовью приму это тоже. Это говорит о том, что Кришне не нужно что-то очень-очень особенное. Кришна нужна наша любовь. Он просит от нас любовь и такие простые вещи. Кришна не нужна такими-очень-очень-очень-очень. Он не нужна только Патрапушпам, Палантаям. Это огромное. Кришна не смотрит о том, что ты ему даешь, с каким чувством ты это даешь. Хорошо? Then he offered him, doing glory of this Holy Name, Jayti Jayti Namananda Metat Murari. Далее Ширасанат Нагасамья Патт проставляет славу Святого Имени Джайте Джайте. Наманан дамятат мурари. ОК, Нитай Гавр Прамананде. Хари Хари Хари. В следующем часе вы слушаете Гуру Таттва, и вы слушаете Глори Джам Гуру Девшим. Сегодня вечером у нас программа какая-то в шести до семи будет научное обоснование Вет. Потом уже в семи часов мы будем говорить Гуру Таттву и прославлять нашего духовного учителя. Хорошо. Харик. Харик. Субтитры создавал DimaTorzok